Акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений на территориях подконтрольных российским миротворцам на дороге Шуша-Ханькянды длится уже четвертый день. Заметьте, азербайджанские экоактивисты требуют лишь, чтобы их допустили на эти месторождения для мониторинга. Представители экологических МПО и активисты стоят у контрольно-пропускного пункта российских миротворцев требуют и ждут, когда их пропустят. Они не блокировали дорогу, как пытаются это подать всему миру мастера лжи и пропаганды армяне. Они не устраивают беспорядки и не провоцируют миротворцев, а просто ждут, когда их пропустят. А чтобы не замерзнуть, танцуют под национальные песни, пьют горячий чай, ну и смотрят чемпионат мира по футболу. С первых же дней и участники, и Министерство иностранных дел Азербайджана заявляют всему миру, что это мирная акция с одним лишь требованием – пустить нас на наши же земли. И это вовсе не попытка блокировать какой-то коридор. Почему какой-то? А потому что после подписания трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Россией и Арменией 9-10 ноября 2020 года все армянские сепаратисты в кратчайшие сроки и взяв подмышки своих лидеров, должны были ретироваться куда их душе угодно. Но уж точно не оставаться на азербайджанской земле и уж тем более не выдвигать требования. Что же касается мирных жителей, то, как неоднократно заявлялось нашим руководством, они являются рядовыми гражданами Азербайджана, с такими же, как у всех, правами и обязанностями. Если уж хотят жить на этой земле, то необходимо принять и осознать. Прими они это двумя годами ранее, сейчас и больных было бы где лечить, и в магазинах было бы что купить, и на заправках было бы что залить. С чего это вдруг проживающие на азербайджанской земле жители Карабаха должны получать газ из другой страны? У нас что, газа нет? Или с медициной такие проблемы, что народа беременная женщина должна ехать в другую страну? И вообще тот факт, что Азербайджан два года предоставляет армянам возможность передвигаться Палачинской дороги без прохождения контрольно-пропускного пункта не нужно принимать как должное. Известные своим многовековым талантом раздуть из мухи слона и преувеличить до немыслимых размеров, сепаратисты и официальный Ереван утверждают, что в Ханкианде якобы проживает аж 120 тысяч армян, из которых 30 тысяч детей. Смех да и только. Даже до 44-дневной войны в Ханкианде столько армян не было, а после первых выстрелов и вовсе почти все мирные жители ретировались. Да, конечно, после того, как российские миротворцы разместились в Карабахе, под видом мирных жителей несколько тысяч сепаратистов прибыли в Ханкианде. Но даже с ними количество армян в Ханкианде сегодня еле превышает 20 тысяч. И это еще с большой натяжкой. Но тем не менее армяне с началом акции азербайджанских экологов начали в прямом смысле ломать комедию. К слову о комедии. К хору армянских плакальщиков подключился никто иной, как Гарик Мартиросян. И запел в один голос с плачущими про 120 тысяч армян, 30 тысяч детей, про то, как резко, буквально за сутки половина из них заболела и нуждается в ереванской медицине. И что гуманитарная катастрофа на носу, на большом армянском носу. Простите, то есть в Ханкианде угорские армян все настолько плохо, что они пары дней не могут продержаться без доставки грузов и посещения Армении? Тогда о какой независимости вы мечтаете? О чем тогда вы, сепаратисты, на протяжении более 30 лет рыдаете? О каком таком самоопределении ведете речь? Прошло всего 4 дня, и то не полных, так как со вчерашнего вечера гуманитарный коридор между Арменией и Ханкиандой был открыт. Так что, неуважаемые сепаратисты, уж если вы врете, врите хотя бы так, чтобы хоть кто-то вам поверил.